Кто первый? Ти спиш среди тях, и как люди вообще этому радуются? Я така, еще, ну, раньше, лет 5 назад, когда думала об этом, я така, да не, никуда. А тут, вот, в церкви, постоянно случаются подобные события, которые я бы сама в жизни сама не поехала. Вот, оказалось, что я вообще была не права, и это очень круто. Во-первых, никаких насекомых в палатках нету, если закрывать дверку. Вот, также очень классно спиться на свежем воздухе. Главное, закутаться потеплее. Вот, это отлично. Я еще думала, как 3 дня, вот, не мыться. Я такая, ну, все, у нас 26 человек, понятно, что будет. А мы с утром и вечером ходили в море, плавали. Это было замечательно. Скажу честно, честно. Я не знаю, как. Но ни от кого не воняло. Ну, вот это был душ. Ну, никуда не нырящий. Мы сделали душ переносной, поэтому и не воняло. Ну. Потому что воняло от всех, но не воняло от всех. Вот я тоже подумала, привыкаешь. Может быть, все что-то свикнули просто. Вот, что самое важное, когда едешь в лагерь? Хорошее настроение. Все. Не, ну, конечно, все вещи и так далее. Это понятно. Ну, вот важно настрой, настроение и быть готовым ко всему. Потому что, ну, это невероятный опыт. Если у вас есть возможность что-то такое попробовать когда-нибудь. Даже если вам страшно. Езжайте. Так круто. Вообще никогда не было. И мы и о Боге разговаривали. И пели. Не важно, что у нас было и верующих, и неверующих. И не важно, что мы и вернулись, и не вернулись. И все молились за еду спокойно. И все спокойно кричали Аминь. С каждым днем все больше людей. Кричали Аминь. Ой, было замечательно. Очень круто. Спасибо вам за такой опыт. Благодаря визита Каппит. Еще раз тоже поздороваюсь. Всем привет. Здравейте. Во-первых, я хотел бы поблагодарить команду молодежи. Что действительно все так организовались, собрались. И был супер благословенный лагерь. Я еще где-то за месяц до начала лагеря. И говорил, что именно этот лагерь будет особенным. И казах, что этот лагерь будет особенным. Так получал в молитве за лагерь. Так получав молитвите за лагеря. В итоге нас собралось 26 человек. И собрали 26 человека. И то мы закрыли сбор, потому что мы не знали, сможем ли мы на всех найти палатки. И веселье началось еще с момента установки лагеря. Пока лагерь собрали. И, ну вот, поскольку мне это все нравится, и помощник у меня был Кирилл, он тоже лидер молодежного движения с Бургаса. Он вообще с малых лет в походах, в лагерях, палатках и прочее. И вот мы, когда все расположили. И вот мы с ним вдвоем так отошли, посмотрели на весь лагерь. И получили вот такое моральное удовольствие. Что у нас есть палатки спальные. Склад. Кухня. Даже свое стрельбище было, две доски дартса. Волейбольная площадка с сеткой волейбольной. Максимально заряженный лагерь. И веселье продолжилось и на этапе знакомства. И вот все пошли на море. Мы с Кириллом остались готовить ужин. И начало немного моросить. Мы смотрим так на тучки и думаем, ну это быстренько пройдет. И действительно прошло этот дождь, прошел очень быстро. И смеял дождь и минал много бързо. Но зато ребятам в море было классно купаться. В морето младежите така плуваха много яко с дождь. И радуга появилась. Защото имаше и радуга. И это было очень красиво и психологически очень... Да, да, да. И беше много красиво. Мощно, да. С дегата. И вот мы все собрались, поужинали. Саедно се собрахме, вечеряхме. То, во что играл. Играхме в нежу. И мы собрались вокруг костра. Собрахме се около огнища. Спасибо, Лехе. Он подготовился, купил цепную пилу. То есть и подготовил, купил специально пилу. Если до этого приходилось уговаривать ребятам, ну пошлите за дровами, за это... То когда говорили, что нужны дрова, и Леха показывал цепную пилу. И там чуть ли не дрались, кто пойдет. Все хотели попробовать вот этой цепной пилой резать. Даже девчонки, да. И начало греметь, молнии. И после започнила огонь. И малку давали его. И Кирилл говорит, ребята, не переживайте, это не дождь, это просто роса. Кирилл говорит, не се притеснявай, ты не дождь, твоя самая ружья. Они говорят, ты уверен? Ты питат сигурен лися? И он говорит, я отвечаю. Да, сигурен лися. И в итоге пошел ливень. И бачишь, если твоя започна много давали. Полчаса? Полвен час. И все эти полчаса, вот ливень, вода льется, лужи. И Кирилл говорит, ребята, это не дождь, это роса. Кирилл говорит, твой не дождь, твоя роса. Он стоял на своем. Но мы, когда увидели, что молнии, мы с крюхой все спрятали. И получается так, что этот дождь пошел нам даже на пользу. Потому что почти все ребята собрались в одной большой палатке. Еще больше объединились, познакомились, поигрались. Мы были, получается, с Аней и Абичкой, там Алла и Санэром в машине. Аня, Аби, Санэр и Алла бяхнули в кулата. И я больше всего молился не за то, чтобы дождь прекратился, а за то, чтобы наш огонь не погас, который мы разожгли. Потому что если бы он погас, мы мокрыми дровами не разожгли бы его. И вот вы представляете, полчаса шел ливень. И огонь не погас. И вот я действительно, это было для меня как откровение, что, вот, казалось бы, ливень не в самое подходящее время. Потому что это первый день. Еще два дня впереди. И, ну, все будет мокрым, все будет, ну, грязь, холод. Но это так сыграло, вот, молодежь из этого извлекла плюс. Но мы всички извлекли, но това само плюс. И то, что Бог сохранил этот костер, потому что после дождя все грелись. И Бог е захважил този огонь. Мне действительно пришло откровение, что вот, казалось, какой бы дождь не был у нас в жизни, не вовремя. Получил откровение, каков то дождь и да имаме в живота си, но у Бога есть свой план, который действительно делает это в лучшую сторону. Но Бог има свой план и това го обръща в добра страна. И в таких вот тяжелых ситуациях самое главное сохранить внутренний огонь. И в такива тяжкие ситуации много важно да запасвате свой вътрешния огонь. И Бог действительно, если его попросить, Он все сделает. И ако помолишь Бог, Той всичко ще направи. Я вот переживал немного, как Абичка воспримет этот лагерь. А ей так было хорошо. Она со всеми общалась. У всех на ручках была. Тоже хочет поделиться. И спала так сладко. И даже вот под уже середину лагеря почувствовала силу и власть. Что Кирилл взял ее на ручки. И он, получается, вот так приседал, приседал с ней, чтобы ей было поинтереснее, повеселее. А у нас общение, там тему давали. И он что-то остановился. То есть прям замалку. Заслушался. И она такая... Он такой, понял, приседаем. И она успокоилась и дальше слушала. Я говорю, о, ребенок почувствовал власть в этом. И действительно, Бог был бы на этом лагере, потому что ребята открывались. Бог был бы в том лагере, за что хората утваряха своими сердцами. Казалось бы, мы знаем друг друга, ну, частично там один день с некоторыми. Но ребята открывали такие свои какие-то боли или тайные такие мысли. Что меня это радовало, и было видно, что Бог действительно в этом месте присутствует. И мы в конце вечера, в пятницу, у нас есть молитвенная комната. И в чертовой в пятницу имахме молитвенная стая. Мы ее называем комнатой света. Наричие моя стая насветлена. И в этом году она была максимальной комнатой света, потому что мы разожгли костер. И получается, был костер, а вокруг темнота. И получается, это действительно была комнатой света. И у нас уже пару месяцев на молодежке ходит парень. Он агностик. Но это люди, которые не отрицают существование Бога, но хотят доказательства его существования. И мы общались на молодежке на разные темы. И на наши аргументы у него были свои логические, научные и прочие аргументы. И на нашей аргументе, то им еще свои логические аргументы. И вот на последней молодежке мы с ним разговорились. Я говорю, поскольку ты вот так немного скептично настроен, ты и найдешь этому аргумент. А я верю, и я найду этому аргумент. Я говорю, ну вот в лагере у нас будет комната света, приди, пожалуйста. И я верю, что что-то получится. И вот когда мы объявили молодежь, что будет комната света, пророчество, которые будут молиться, получать ответ. И он был первым. И мы вот молились, мы его попросили, если есть какой-то вопрос в голове, чтобы он себе крутил. И это... А Бог ему ответит. И вот мы молимся, каждый получает ответ. Мы спрашиваем, как, откликнуло что-то. Он говорит, у меня мурашки по коже. Я говорю, слава Богу, вот видишь. А в голове думаю, съел. Против этого нет аргументов. И действительно, вот я хочу поблагодарить Оксану с Дашей. Они вот дебютировали на этом поприще. В этом служении. И это было мощно. Потому что если вначале они говорили чуть-чуть, то с каждым большим человеком их уносило так, приходилось останавливать и говорить, там еще люди, там еще люди, подождите. И Бог действительно касался, давал ответы. Потому что вот как-то вначале слабо шли люди. И была девочка, которая себе задала вопрос. Каждый из нас поделился, что получил от Бога. И мы смотрим на нее. И она плачет. И вот она ушла. Ее все увидели. И начали приходить. С вопросом, а что вы с ней сделали? Мы тоже так хотим. И лагерь был благословенный, действительно. Я понял, что мы можем и больше людей собирать. Что Бог действительно дал команду. Что мы справимся с куда большим количеством людей. И можем да справимся с повече количеством хора. Единственное, нам надо чуть больше палаток и чуть больше душа. Треба не повече палатки и повече душа. Тогда можно и 50, и 60, и больше человек собирать. Так что можем да собираем 50, и 60 человека. Спасибо. Благодаря. Благодаря. Ну, у меня перед этим лагерем была такая борьба, вообще ехать не ехать. Прийти в лагерь и мог борьба дали до ути до там или нет. Потому что после родов ищи сил как-то маловато. За что до следа граждан и то, что я не мог только в силе. Ну и думаю, что подумают вообще там молодежь. Приехала какая-то женщина с ребенком. Туда-сюда уезжает, с нами не остается, нам не устава с нас, просто ути вы, если друг вы, если вы, если вы, что. Еще и назло какая-то девочка меня назвала тетей Аней. И я говорю, все, это конец. Я сказала, твой край. И я перед вторым днем Роме говорю, все, я не поеду туда. И преди втория день, казвам, на Рома няма да утида. Не знаю, каждый раз такая прям борьба была. Ладно, один раз ты приезжаешь, перед этим ты переборол себя. А тут ты еще уезжаешь каждый день и опять приезжаешь. Каждый день это борьба. За что то е полезно, като пырвия пыта утиваш за всичките дни, просто в однуж утиваш. А тук трябва да се върна и пак имам тази борьба, да утидали пак на следващия день. Но, слава Богу, я каждый раз ехала. Слава Богу, всеки пыта утивах пак. И очень хорошо получилось послужить. Много добре се получи да послужим. И на второй день у нас комната, мы затянули до полвторого ночи. Второй день се добавихме до един презнушта. И Абичка все время сидела с нами спокойно. И Аби при целое то время беше с нас, беше спокойно. Вообще не плакала. Вообще не плакала. И я поняла, что если бы я не поехала, то там были бы другие, кто смог бы послужить. И разбрав, че, ако не бих утишла, имаш ли другие хора, който могат да послужат? Но я бы не получила этого благословения. Но аз не бих получила тогава благословения. И много се радвам. Легче было бы, конечно, сразу перебороть свою плоть и не възмущаться больше. Полесно би било навъднъж да победя своята плоть и да не се възмущавам. Вот. А так, не знаю, прямо в этот раз было видно, как мы работаем как одно тело. И я очень рада, что у нас такая команда очень классно е появилась. Много се радвам, че имаме такъв екип. Потому что мы только сромы о чем-то подумали, а уже кто-то это делает. И это очень круто, потому что, когда много людей не успеваешь везде быть. Поэтому, слава Богу, были люди, служители из других стран и городов. И это было очень круто. У жителей у других городов и держави. И беешь много яку. Я очень кратко. Все, кто здесь стоит, кого вы сейчас видите, это все организаторы этого лагеря. И вот они скромничают, при себе ничего не говорят. Но эти... И вот им надо похлопать. Я вас прошу всем вместе поаплодировать. Именно эти люди сделали этот лагерь таким, какой он был. И не убавить, не прибавить. И так же я хочу отметить Томаса с Олей, Солнечного берега. Они внесли очень большой вклад в проведение этого лагеря. И те много помогнаха с провежданото на лагеря. Да, сейчас Рома добавим. Да? Скажи я. Окей. Что еще? Было очень круто. И в следующем году детей всех своих отправляйте сами, если будет возможность. Приезжайте. Подростков, да, подростков, не детей. Следующий путь, спрашивайте свои тинейджеры, что вы в лагеря. Да, по поводу тети Ани. И вообще я присоединяюсь к всем спикерам. Меня тоже назвали тети Улей. Глаз задергался, да, дядя Леша тут стоит рядом со мной. И потом я започнил треперий. Вот, и немножко стала осознавать свой возраст, а грустно стало. Я очень быстро осознала свой возраст. Время свариться. Да уж. Вообще негативного не было ничего. Не, может, я нечто негативное. И я как человек, который ходил в ту комнату света. Получил очередное откровение. Пошла я в одну из первых. И потом стал всех вот так подгонять. Давайте все. Ну, вроде получилось. Все, слава Богу. Слава Богу. Я отвлеку немножко, да, я про Томаса забыл сказать. Там был забавный момент. У нас был турнир по дартсу. 25 человек участников. И Томас играет первый раз. И он каждый раз выходил. А там примерно соотношение верующих-неверующих было, я считал, 14 человек верующих, 12 неверующих. И он каждый раз выходил и говорил, Аллилуйя, Боже, Иисус, помоги мне. А правило было такое, что надо было набрать очков больше, чем игрок перед тобой. Я вот говорю, тебе нужно 38 или больше. И он делает 39. Я ему говорю, нужно 60 или больше. Он там делает 62. И он каждый раз выходил, Дорогой Иисус, помоги мне. Целовал дротик, да. И вот, а люди по одному, по одному выбывают из игры. И там, если вначале, ну, ребята неверующие, которые так смотрели, говорят, что он вообще несет. А у него был парнишка рядом, ему 16 лет, он из верующей семьи. И когда он выходил, Томас говорил, Благословляю тебя, Иисус поможет тебе. И этот парнишка тоже выбивал нужное количество очков. И когда осталось человек семь, Томас выходит, опять говорит, Иисус, благослови мой бросок. Там два мальчика, которые, они только два раза на играх были у нас. Они вообще неверующие. Они такие, смотрят только на руку, а Иисус реально с ним. А один говорит, когда собирался бросать, и говорит, Иисус, помоги. И вот Томас говорит, Иисус, помоги. И другой говорит, я уже начинаю за Иисуса переживать. А то вдруг не получится. И в итоге Томас занял второе место. А мальчик, как мы говорим, его ученик, которого он постоянно обмолился и благословлял, выиграл. И вот, казалось бы, обычная игра, но для ребят это стало огромным свидетельством, как с Иисусом намного проще по жизни. Еще хочу дополнить заключительное слово. Если кому-то дополни. Да, ну вот ребята рассказали, в принципе, основную часть событий, которые там происходили. Ты рассказываешь о том, что это частные события. В первую ночь Рома с Аней уехали. И в первую ночь Рома и Аня, ты заминал. И мы с ребятами после ливня думаем, чем бы заняться дальше. И не следует ждать, мы с ним как вода правим. Ну, не спать же, правильно. Нали, няма да спим. И собрали всю толпу. Объявили, что нам нужно выйти и посмотреть на небо, так как за деревьями звезд не особо видно. И решихме, да излезем малко от лагеря, да погледнем звездите. И мы вышли, включили фонарики. Излязохме, включихме фонарики. И пошли в путешествие. И уйдохме в това кратко путешествие. И решили пойти путем, где мы еще не ходили. И решили, когда мы минем пыд, который мы не смеем минавали. Да, выйдя буквально метров 10. И минахме 10 метров. Увидели, как у нас на дороге. Видяхме пыд, точно пред нас. Натянута огромная паутина, вот так под крестом. Мы встали, все там начинают фотографировать. И кто-то там кричит, давайте мы снесем эту паутину, пойдем дальше. Часть ребят остановились, такие, не, может нам не надо туда идти, это знак, что нам туда не надо. Да, и я говорю, нет, это знак от Господа, мы туда не пойдем. Соответственно, давайте развернемся и пойдем тем путем, который мы знаем. И это именно было благословение, что мы вышли той дорогой. Потому что по пути мы встретили огромное количество светлячков. Для многих это был первый раз, когда они их видели. Там был такой склон, как низина. Имаше маленький баир. Да, и там внизу их прям много-много-много было. И имаше много. Ребята, которые помладше, они прям вообще с таким удивлением смотрели на это все. Те, кто бяха помладе, те много с учудвами глядаха, това всичко. И мы идем, идем, и выходим на поляну. Вървим и излизаме на една поляна. Где открывается просто великолепный вид. Это одинокое дерево в поле. И там се виждаше само одно древо в полето. Огромное несчастливое количество звезд. И огромное количество звезд. И прямо над деревом ковш Большой Медведица. И над древо имаше голяма мечка. Вау! И все, мы начали общаться. Минут 30, наверное, 40, да, мы там ходились? Общались, соединились. Господь нас оберег, потому что, видимо, с той стороны, куда мы шли изначально, там нечего было смотреть. И может быть вдруг под какой-то страх начало, то я машину как водопрековый. А может даже и было опасно. И Бог не помог нам. Слава Господу! Слава нам Бог! Я перед этим лагерем волновалась больше, чем обычно. При литозе лагеря се притесняла хпович вот какого-то принципа. То, что людей было как будто бы в два раза больше. За что-то имаше два патиповича хора. Вот. И я волновалась, потому что Рома с Аней были с нами не все время. Если притеснял их за что-то, Рома и Аня не бяха со с нас притеснял в то время. И я очень восхищалась тем, как они приезжают и с ребенком служат. Мы очень многое восхищалось, как идут, если с детьми служат. И Рома вообще спал 4 часа за эти трое дней. И Рома спал сам 4 часа за эти дни. Как обычно он так делает. Как то, как новинка. И для меня была честь в этом лагере быть в Комнате Света. И даже получалось... И даже если получалось... Там потом я общалась с одной девочкой, которая приходила в Комната Света. И оказалось, что то, что я говорила, это связано даже с ее прошлой жизнью немного. И все указы, что твакует указывах, и свырзвано с осминали ей живот. И я очень обрадовалась, что мне получилось слышать Святого Духа, что он мне говорит. И я очень рада, что я работала в такой команде. Надеюсь, что в следующем лагере наша команда увеличится. И я надеюсь, что в следующем лагере экипа не щаси увеличит. Нас будет не 6, а 12. И не может быть 6, а 6, а 12. У нас там еще есть некоторые. А, значит, у нас будет вообще 20. Много-много, да. Вот, и как сказал Рома, что организуем уже на большее количество людей. И как ты указал, Рома, организируем из-за поводчих хора. Да, спасибо всем. Благодарю на всички. Спасибо.